В США 29-30 марта пройдет второй саммит за демократию. В этом году американские власти приняли решение пригласить на мероприятие еще больше стран, но в списке участников по-прежнему отсутствует Азербайджан, Турция и Венгрия. Подробнее тема обсудим с гостем, польским политологом Якубом Карейбом. Здравствуйте, господин Карейба. Здравствуйте. Итак, в США вновь не пригласили Азербайджан и Турцию. Но список приглашенных говорит сам за себя. Можно ли сказать, что США проводят таким образом политику разделения на Южном Кавказе, приглашая Армению и не приглашая Азербайджан? К миру на Южном Кавказе, как и ко всем остальным регионам, не входящим в состав США, США относятся инструментально. Это одна из великих держав. А великие державы смотрят на другие страны, на другие регионы, как на инструменты собственной политики. Южный Кавказ в данном отношении не исключение. И поэтому США манипулируют ситуацией в свою пользу. А польза эта должна вылиться в формирование некого блока вокруг США, так как мир катится к двухполюсной американско-китайской конфронтации. То есть мир будет двухполюсным, и обе страны, оба контрагента, создают вокруг себя некие полюсы влияния. В том, что касается Южного Кавказа, США понимают, что и Турцию, и Азербайджан нужно было бы воспринимать как партнеров, нужно было бы относиться серьезно как к партнерам. А Армению можно купить очень дешево, фактически за бесплатно, так как она брошена Россией, и фактически будет выполнять все указания из Вашингтона. Вот мы видим, что премьер-министр Армении вновь приглашен на участие в саммите. Что это может означать? США закрывает глаза на многочисленные факты нарушения прав человека в этой стране? Ну, опять-таки, сами факты для США не имеют значения. Значение имеет политическая и стратегическая польза, которую можно извлечь из этих фактов. Все великие державы так поступают, к сожалению, реализм приводит нас к тому, чтобы признать факты. И в данном случае премьер-министр Армении всего лишь марионетка, инструмент, некое средство для достижения США своих интересов. Это такая переговорная позиция. То есть, в нужный момент США, когда им что-то понадобится от Турции или от Азербайджана, они сдадут армянского премьер-министра, вот этого или другого, и вообще всю Армению в обмен на то, что их будет действительно интересовать. Сам премьер-министр Армении или Армения в целом их не интересует. Это разменная монета, это создание, конструкция некой переговорной позиции. И когда Баку или Анкара захотят им что-то дать Вашингтону, ну, они их сдадут так же легко, как сейчас приглашают их на этот саммит. Еще такой вопрос. Вот Венгрия является членом ЕС, Турция, членом НАТО, Азербайджан, в свою очередь, председательствует движение «Неприсоединение». Вот неучастие таких важных стран, как они могут повлиять на репутацию данного саммита, что эти страны отстранены от участия? Турция, Азербайджан, Венгрия, равно как и моя страна Польша, это страны, которые заявляют о себя как о субъектах международных отношений. То есть это страны, которые сами принимают свои решения, исходя из своих интересов и вали своих народов. Великие державы очень не любят такие страны, которые, ну, не делают руки по швам и берут под козырек каждый раз, когда звонит, значит, президент США или госсекретарь. Поэтому любая независимая позиция, любая независимая страна будет встречать неодобрение великих держав. Идеальный мир с точки зрения Вашингтона и любой другой великой державы, это мир полностью им подчинен. Поэтому независимые страны, ну, всегда встречают такого рода оппозицию. В этом нет ничего нового и ничего страшного. Надо просто оставаться собой. Еще интересен такой момент. Приглашен президент Грузии, но не глава государства, то есть премьер-министр Ираклий Грибашвили. О чем это может говорить? Ну, США пытаются более активно включиться вовнутри грузинскую игру, где они в последнее время стремительно теряли влияние, так как Грузия становилась более пророссийской страной. А те рычаги давления, которые существовали там в прежние годы, американские рычаги давления, они теряли свою актуальность. И в данном случае это обычная для США попытка найти внутри Грузии людей, политические партии, группы олигархов, которые готовы были бы обслуживать американские интересы. Это часть игры за влияние между большими, между великими державами в контексте того, что в скором времени, судя по всему, Россия потеряет, стремительно потеряет в Грузии свои интересы, будет создан вакуум, который, естественно, должен быть и будет заполняться влиянием Азербайджана и Турции, как стран самых естественных партнеров Грузии. США хотят заменить этот процесс своим влиянием, сами хотят заполнить этот пост российский вакуум и уже начинают к этому подготовку. Вот касаясь Турции, возможно ли, что не приглашая Турцию, США пытаются повлиять на предстоящие в этой стране выборы? В данном случае вмешательство, прямое вмешательство во внутренние дела Турции не в интересах США, потому что это был бы очередной пример американского фиаско управления странами региона изнутри. Вот несколько раз в этом регионе США пробовали уже управлять разными странами изнутри, ни в одном случае это не привело к ничему хорошему. Так что я не думаю, что США готовы активно включаться в такого рода вмешательство. Думаю, что это опять-таки подготовка переговорной позиции по отношению и к действующей власти, и к, возможно, другим политическим силам, для того, чтобы они при том или ином исходе выборов считались за американским фактором. Но управление, попытка управления такой страной, как Турция, изнутри напрямую обречена на провал. Не думаю, что американские стратеги могли бы даже попытаться совершить такую ошибку. Большое вам спасибо. Спасибо, всего хорошего. А я напомню, предстоящий саммит за демократию в США мы обсудили с польским политологом Якубом Корейба.